В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В поездку без бумажных документов, как предъявить права и СТС в приложении госуслуги авто. Смертельно опасная болезнь в 10 районах Нижегородской области действует карантин по бешенству. Зима с сюрпризами, как не получить травму, передвигаясь по городу. Далее расскажем обо всем подробно. Тестирование специального мобильного приложения госуслуги авто проходит в нашей стране с осени. В нем содержатся электронные копии водительского удостоверения и СТС, второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Как предъявить их в цифровом виде, разбиралась наша съемочная группа. Все необходимое в одном телефоне. Новое приложение госуслуги авто содержит в себе все документы в электронном виде, водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства. Кроме того, через приложение можно записаться в ГИБДД для регистрации транспорта, получения или замены водительских прав. Можно оформить электронный европротокол при ДТП или сделать фотофиксацию при оформлении бумажного бланка. Оплатить или обжаловать автоштраф онлайн. Доверить управление другому водителю. Получить выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомобиле. При остановке водителя, используя данный сервис, формируется специальный QR-код, который считывается специальной программой сотрудника ГИБДД. И данные водителя, его водительское удостоверение отображается. Соответственно, происходит проверка. Чтобы начать использовать госуслуги авто, нужно скачать приложение на телефон и авторизоваться с помощью учетной записи госуслуг. Все документы автоматически загружаются в приложение из базы данных ГИБДД. Чтобы предъявить тот или иной документ, необходимо нажать кнопку «Предъявить документы». После этого приложение сформирует QR-код, который инспектор считает через планшет. Предъявлять водительское удостоверение в госуслугах авто можно даже без доступа к интернету. Пример ситуации. В семье один автомобиль. Жена, муж, если взрослые дети, дети используют один и тот же автомобиль. Муж уехал, приехал или уехал в командировку, документы на машину забрал или забыл там где-то оставить. Жене надо использовать автомобиль. Где она возьмет? Без документов ездить нельзя. А тут, пожалуйста, в телефоне все привязано. Сейчас сервис госуслуги авто работает в тестовом режиме. Поэтому сотрудники ГИБДД напоминают, что водители все равно обязаны иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Карантин по бешенству животных действует в 10 районах Нижегородской области. В основном источником распространения этого смертельного заболевания становятся лисы. Через их укусы или слюну заболевают и домашние животные, которые могут передать бешенство человеку. Дикие лисы в последнее время все чаще заходят на территорию населенных пунктов. Увидеть их можно и в городской черте Сарова. Появление рыжих плутовок рядом с домом человека должно насторожить. Для них такое поведение не характерно. Возможно, лиса, которая вышла к людям, заражена бешенством, смертельно опасным заболеванием. Один за другим район Нижегородской области оказывается на карантине по этой болезни. Сотрудники ветеринарного управления выявляют там бешеных лис, собак и кошек. Передача данного вида вируса может происходить только через контакт, по куст, через слюну, которая, значит, слюна попадает в организм животного или человека. По нервной системе попадает, значит, поражает центральную нервную систему, что вызывает необратимые процессы и приводит уже к летальному сходу или, значит, к проявлению клинической картины этого заболевания. Заболеть могут и домашние питомцы, которые не выходят из квартиры. Человек на обуви может принести вирус, который попадет на слизистый или на ранку вашей кошки или квартирной маленькой собаки. Инкубационный период бешенства до 10 дней. Настрожить хозяина должно изменение в поведении животного. Например, собака, не склонная к общению, становится вдруг очень ласковой или наоборот. Затем животное отказывается от корма, и у него наблюдается обильное слюнотечение. Спасти его уже нельзя. Вирус животное может передать человеку. Нужно учесть всем жителям, также и владельцам животных, и, не дай бог, кто пострадает, что обязательно нужно владельцам животных в первую очередь сразу обратиться в ветеринарную клинику для регистрации этого животного, для регистрации случаев покуса, чтобы можно было принять соответствующие быстрые меры, для того, чтобы спасти жизнь человека. Успех вакцины профилактики бешенства у человека сильно зависит от того, насколько быстро вы обратитесь за помощью к врачу. 40 уколов в живот давно никто не делает. Вам ведут вакцину и отпустят домой. Сделать это обязательно нужно, если вам не знакомо животное или вы не знаете, привито ли оно. Считается, что прививка – лучшее средство профилактики бешенства. Действует она год. Одновалентную антирабическую вакцину в госветклиниках делают бесплатно. Для того, чтобы более полно охватить этот процесс вакцинации животных против бешенства, мы пошли на такое мероприятие, как выездная вакцинация. Мы сделали, значит, организовали шесть мест непосредственно в старой части города. И сейчас, каждый последний воскресенье месяца, будет выезжать машина «Соболь» вишневого цвета, на котором будут висеть плакаты о бесплатной вакцинации против бешенства. Акция будет проходить в течение года. Подробности можно узнать в госветуправлении Сарова по телефону 49200. Саровчане могут помочь нижегородцам, участникам СФО. До 10 февраля идет благотворительный сбор помощи на гуманитарном складе Центра милосердия. Можно принести спальные мешки, термобелье, тактические носки, зимние костюмы, флисовые кофты, теплые балаклавы и перчатки. Вещи принимают на улице Пушкина, дом 24А. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди респираторных вирусов негриппозные теологии преобладают эрос-вирусы и риновирусы. Музей народной игрушки приглашает первоклассников на каникулы. С 13 по 18 февраля для самых младших школьников подготовили несколько мероприятий. Ребятам проведут экскурсию по выставке в гостях у мастеров России. Дадут мастер-классы по росписи, деревянной игрушке, матрешке, салфетнице и так далее. Посетить музей можно и индивидуально, и классом, но по предварительной записи. Телефон для справок 6-64-94. Все мероприятия для лиц старше 6 лет. Лыжня России пройдет в Сарове в субботу 11 февраля. После перерыва в несколько лет местом сбора всех участников станет лыжная база. Первыми на старт выйдут военнослужащие. В 9 утра они побегут 2 километра. За ними в 10 стартуют воспитанники детских садов, а следом младшие школьники. Для них подготовлена трасса длиной 500 метров. Потом километр бегут ребята с 5 по 7 класс. Торжественное открытие массовой гонки запланировано на 12. После пройдет вип-забег. В 12.15 все желающие горожане отправятся на дистанцию 2023 метра. Завершится лыжня России за бегом старшеклассников и студентов. По всем вопросам можно обращаться по телефону 4-98-13. Эта зима стала настоящим испытанием не только для сотрудников коммунальных служб. Для горожан выход из дома чреват падением на катке на тротуарах. Один неосторожный шаг. А можно оказаться в приемном покое с травмой. Можно ли ее избежать? И как понять, что повреждения серьезные? По статистике, каждый третий человек старше 65 лет хоть раз за зиму да упадет. Пожилые падают чаще, потому что страдают остеопорозом, болями в ногах, мышечными слабостями, головокружениями. А нынешняя зима с ее перепадами погоды опасна для всех. Травматологи завалены работой. После падений на улицах к ним обращаются и дети, и молодежь, и люди старшего поколения. Наиболее часто встречающаяся травма, переломы, в частности, это перелом лучевой кости в типичном месте, нижней трети предплечья, перелом плечевой кости, перелом лодыжек, это вот голеностопный сустав. Но у пожилых людей при падениях часто страдают позвонки, компрессионный перелом позвонков. Человек падает и старается как бы смягчить падение и выставлять вперед руку. Либо падает, если на попу, то происходит перелом позвонка. Ну или если ногу сильно подвернул, она критично подворачивается и ломается кости голени. Травматологи советуют зимой отказаться от каблуков, носить удобную обувь с нескользкой подошвой, пользоваться ледоступами. Передвигаться стоит аккуратно, не спешить, ни в коем случае не бежать. Если вы все-таки упадете, не спешите вставать. Если человек упал, почувствовал острую боль и он не может встать, если это касается нижних конечностей тела, то нужно самому вызвать скорую помощь или попросить людей, чтобы они вызвали скорую медицинскую помощь и обратиться, безусловно, в медицинское учреждение, чтобы провести обследование, диагностировать то или иное повреждение. А если человек может сам подняться, может идти, то в ближайшее время нужно все равно будет обратиться в больницу, чтобы доктор осмотрел, обследовал, назначил лечение. Все случаи индивидуальны. Есть золотое правило. Если в течение 4-5 дней боль не уменьшается, то нужно обратиться к врачу. Есть травмы, которые при первичном обращении врач может пропустить. Их не видно на рентгене, так называемые скрытые травмы. И боль может сначала уйти, но потом неприятные ощущения вернутся. Потому что вот тот период, когда, если травма легкая, то 4-5 дней достаточно, чтобы наступало улучшение. И в этом случае, конечно, наверное, не стоит обращаться в больницу, потому что поток действительно сейчас большой. И можно просто обойтись общедоступными средствами. Мазь, холод, покой, повязочка, ограничение нагрузок. Все пройдет бесследно, проблем не будет. А если боль, она сохраняется, то это однозначно нужно обратиться в больницу, не заниматься, так скажем, самолечением, навозь, а когда-нибудь пройдет. Вот таким образом. В среднем восстановление после легких травм, ушибов и растяжений занимает 2-3 недели. Реабилитация после перелома от месяца. Если есть перелом позвонка и значимое смещение от полугода. 8 февраля – День российской науки. Наука во все времена была важнейшей составляющей национального богатства, мощным ресурсом промышленного роста и экономических преобразований. И Саров в этой сфере играет одну из ведущих ролей. Значимые результаты работы ученых ядерного центра, основанные на уникальном опыте и собственных научных школах, получили мировое признание и позволяют выполнять самые сложные задачи государства. В том, что в непростые времена наша страна находится под надежной защитой, есть заслуга и сотрудников ядерно-оружейного комплекса. В Российском федеральном ядерном центре заложен колоссальный научный потенциал и создаются новые направления развития прикладной и фундаментальной науки. Канал 16 поздравляет всех, для кого День науки – профессиональный праздник и желает ярких открытий и достижений. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 9 по 12 февраля там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно в горах, он стручковый, они его называют, то он выделяет около 100-150 килограмм с гектар. Качество меда спасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пиргу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 12 февраля с 10 до 18 часов. И только в эти четыре дня выгодная акция. Цветочный мед – 3 килограмма всего за 1 тысячу рублей. Цветочно-липовый – 3 килограмма за 1200. Гречишный – 3 килограмма за 1500 рублей. И липовый мед – 1800 рублей за 3 килограмма. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон 8 927 064 13 90. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok